Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, где мы рассматриваем вместе с вами Священное Писание, отвечаем на вопросы, отталкиваясь от текста Священного Писания и толкуем трудные стихи, которые мы встречаем в Библии. Но вот сегодня у нас немножко такая, прямо скажу, страшная тема, поэтому заранее хочу предупредить, что если вы плохо спите по ночам, если вас мучают какие-то кошмары, ужасы, если нервная система слабая, то лучше заранее, так сказать, даже, может быть, отключить это видео, чтобы не усугублять состояние своей нервной системы. Ну вот, а те, кто, в принципе, настроены и те, кто задавался таким вопросом, потому что, когда мы рассуждали о злых духах, отталкиваясь от Священного Писания, то поступал такой вопрос, может ли бес убить человека? Вот, собственно говоря, это основная тема, а, собственно, может быть, как некий вот задел для этой темы, мы из Священного Писания берем книгу Тавит, правда, сразу скажу, что книга Тавит, она не каноническая книга, то есть, они были различные споры, но, в общем-то, в греческий текст Священного Писания она включалась, в славянский текст, и у нас поэтому этот текст присутствует. И вот там в книге Тавит, в третьей главе, повествуется о Саре, дочери Рагуиловой в Экбатанах Медийских, и там говорится, что ее пытали семь раз выдать замуж, и семь раз каждый вот ее предполагаемый муж, вот только он еще был жених, и как только войти к ней, он тут же погибал. И вот там мы читаем. «В тот самый день случилось и Саре, дочери Рагуиловой в Экбатанах Медийских, терпеть укоризны от служанок отца своего». То есть, прислуга порицала ее, укоряла, а за что? И там мы читаем. «За то, что она была отдаваема семи мужьям, но осмодеей злой дух умершлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою». То есть, вот получается так, что некая мистика, и встречается даже имя вот этот осмодей, злой дух. В общем-то, согласно святоотеческой традиции, это дух блуда, один из князей бесовских, который вредит людям, дух разрушения, повреждения, и вот, собственно, все, что можно о нем сказать. И в данном случае происходила какая-то мистика, что как только входит в брачный покой вот эти, ну, один, точнее, входит жених, предполагаемый муж, как тут же он умершляется, но при этом не говорится, как. То ли ему какое-то там чудище явилось, и у него разрыв сердца, да, то ли действительно накинулся на него злой дух, задушил его. Таких подробностей не приводится, поэтому фантазии здесь излишни, но факт остается, что некое вот демоническое воздействие было, и, как некий факт, это смерть, причем одного за другим семи таких вот мужей. Ну, сразу приоткроем, что все-таки Тавия, о котором повествуется в этой книге, он с помощью архангела Гавриила изгоняет вот этого беса, то есть в конечном итоге бес терпит поражение, эта девушка, она вступает в счастливый брак, а в счастливый, потому что благословленный Богом, и они избавляются от такого демонического навождения. Так вот, может ли бес действительно убить человека? По большому счету здесь вопрос вообще стоит о физическом воздействии, то есть могут ли демонические силы физически воздействовать на мир людей? И, в общем-то, если брать святых отцов, если брать толкование священописания, то перед нами как некое очевидно, что ангельские силы, они могущественнее человека. И демоны, то есть падшие ангелы по природе своей, все-таки сильнее, нежели человек. Но тут вот есть некий такой парадокс, что ангелы по природе сильнее, а человек по призванию своему выше ангелов. А почему выше ангелов? Потому что именно человек изначально предназначался к особой таянии обожжения. И Сын Божий, он воплотился не в ангельской природе, а именно в человеческой природе. То есть по своему призванию изначально, вот уже как в неких перспективах, еще тот человек только-только был сотворен, а уже намечалась перспектива его возвышения как по достоинству, как более высокого, нежели ангелы. Это, кстати, мы видим в лице Пресвятой Богородицы, которая у нас почитается как честнейшая Херувимов и славнейшая без сравнения Серафимов, то есть она выше самых высоких ангельских чинов. Но таково было предназначение. И вот даже есть такая версия, что дьявол, он позавидовал такому предназначению человека, попытался все помешать, но в итоге, конечно, он не может перехитрить Бога и в конце концов не спровергается. Но вот в природном смысле ангельские силы, они, несомненно, более сильные, более крепкие сами по себе. И человек, если он остается в своей, так сказать, природной обыденности, он не может сам по себе противостоять демону. И вот мы читаем, как, допустим, в книге Иова дьявол наводит различные бедствия, то есть там стада Иова пожигаются огнем, там другие верблюды, их угоняют, вот какие-то разбойники, на которых тоже воздействовал дьявол. Потом поднимается вихрь, это там целый Армагеддон происходит, дом, в котором дети Иова прибывают, вот по действию дьявола, вот этот вихрь, он охватывает дом, все рушится, и дети погибают, и тоже вот может показаться, что здесь некое такое вот господство дьявольской силы. Но на самом деле там вот в книге Иова с самого начала уже мы читаем о том, что дьявол, он как бы испрашивает дозволение у Бога. И он говорит, что, ну вот ты вот благословил Иова, окружил его всеми благами вокруг, а вот простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. То есть говорится, что как бы Господь может своей рукой попустить некие бедствия, из-за которых Иов неизвестно, вот как он, будет уже благословлять Бога или не будет. То есть изначально нужно все-таки попущение Божие, и только тогда уже дьявол может свою природную, так сказать, вот власть попытаться распространить на людей. Конечно, вот если говорить про такие еще физические воздействия, то, несомненно, мы должны вспомнить, как это было. И в среде древних подвижников, допустим, преподобный Антоний Великий, он неоднократно его бесы побивали в такой вот брани, то есть он терпел некие физические такие нападки, физические нападки со стороны падших духов, как вот иногда сейчас они проявляются, где-то как барабашка, там домовой, такие вот страхования устраивают, где-то даже ломают мебель. Вот один раз я освещал квартиру, в которой стали пропадать просто вот вещи, и там даже некоторые драгоценности пропадали, и люди видели вот этого беса, даже как он скакал, он там все разворошит и оставляет после себя одну там разруху. Ну, после вот освещения квартиры все прошло, хотя почему-то вот эти вот вещи пропавшие, они так и не были возвращены. Да, трудно сказать почему, но некие физические такие вот воздействия, они вполне возможны, и у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина говорится об этом, что вот как раз вот монахи, они зачастую как вот, они молились, чередовались, и даже вот ночью старались тоже, чтобы кто-то, ну, заступал как некое дежурство, вставал на молитву, почему? Потому что бывало так, что бесы пытались вот их искушать, наводить какие-то страхования, и нужно, чтобы кто-то тоже заступал на вот это вот такое ночное дежурство, духовное бдение, и своей молитвой сохранял спокойный сон других монахов. Вот в Оптиной пустыне, в потеряках, связанных с оптинскими старцами, там тоже рассказывается, как в скиту, там бывали у них отдельные флигели, в которых жили монахи, но старались, чтобы жили подвое, почему? Потому что если один вдруг испытывал какие-то нападки со стороны бесов, он мог тут же обратиться, постучать через стеночку другому, и тот поднимался на молитву, и своей молитвой мог прекратить эти демонические наваждения. И вот рассказывается про одного монаха, который вечером, после вечернего правила вдруг видит в своей келье какого-то престарелого человека, который непонятно как попал, и тот начинает ему говорить, а зачем ты вообще здесь в этой обители пребываешь, зачем ты зря небо коптишь, вот вернулся бы в мир, трудился бы простой мирской работой, было бы у тебя много благ, и жил бы ты в свое наслаждение. Вот ты, главное, выйди отсюда. А этот монах по наивности вначале сказал, что, ну как же я выйду здесь, и двери-то ведь заперты все. А тут ему вдруг говорит, так ты только вырази желание, я тебя тут же перенесу за стены, а там уже и тройка приготовлена. И тут он догадывается, что это искушение, говорит, так ты, видимо, бес, и произносит молитву, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешных». И тут же исчезло вот это вот видение этого человека. А монах побежал к преподобному Амбросию Оптинскому, было около полуночи, и преподобный Амбросий его встречает. Он не спит и говорит, что было страшное искушение тебе, мне это открыто, я вот как раз молился, чтобы Господь тебя уберег, потому что тебе явился, как говорит преподобный Амбросий, восьмилегионный демон, то есть некий князь Бесовский, восьмилегионный, у которого в подчинении восемь легионов. И по словам преподобного Амбросия, что вот если бы простому человеку явился такой демон, князь Бесовский, то человек просто бы мог не выдержать и умереть. Оно говорит, вот я вот молился, и ты хорошо, что вспомнил имя Христово, потому что именно имя Христово, оно разрушает все козни дьявольские. Ну и, пожалуй, наверное, я расскажу еще одну такую вот историю. Это история наших дней, и вот тут вот особенно еще раз предупреждаю, что если вам плохо по ночам спится, то лучше дальше не слушайте, опоминайте имя Христово, ибо именем Господа Иисуса Христа не спровергается вся сила вражия. А вот искушения, они действительно иногда бывают очень сильные, то есть мир падших духов – это некая тоже реальность, которая присутствует, иногда проявляет себя. Но я не буду уточнять ни имен, ни личности, чтобы не было никаких наводок, а просто скажу, что вот одна женщина, ей как-то поначалу она не распознала, было такое, в общем, искушение, что ей бес явился в виде мужского пола. И она думала вступить с ним в интимную связь, и, в общем, даже ей показалось, что это произошло. Но во время вот этого, так сказать, контакта она поняла, что здесь что-то нечеловеческое, что-то иное. Вот, кстати, про такие искушения писал отец Серафим Роуз в своих сочинениях тоже описывает, что иногда вот бес, ну, как некий вид одержимости такой вот может быть, а иногда это бывает с теми, кто занимается колдовством, то есть специально привлекая демоническую силу к себе. И вот демоны, они как бы имитируют некие вот страсти, в том числе плотские страсти, потому что это мир страстей, мир страстей. Он провоцируется тоже, в том числе, демоническими наваждениями. И у каждой страсти есть свой бес, который заведует, и этой страстью искушает человека. И вот в древности святой Юстин, философ, он писал, что демоны, являясь людям, наводили различные ужасы, иногда даже оскверняли женщин, вот, и не только. И людям, они иногда представляли себя в виде каких-то вот богов или вот страшных существ, и люди изображали их в статуях. Вот так вот появилось идолопоклонство через некий опыт соприкосновения с демоническим миром. Язычество — это и есть соприкосновение с демонизмом. И множество богов — это как бы отражение бесовских реалий. И вот иногда даже такими искушениями они соблазняли людей. Вот Геродот, древний языческий, правда, историк, но вот он описывает, что в Вавилоне, мы знаем, что Вавилон — это царство особых таких греховных страстей, язычества. Там, кстати, строились зекураты, вот эти вот башни ступенчатые, которые наверх подымались. Не одна была башня вавилонская, ну, та, видимо, самая большая, а вот строились и другие. И он описывает, что в одной такой башне наверху располагалось святилище, посвященное, как он говорит, Зевсу Беллу. Ну, на самом деле, Зевс — это греческое именование, там Белл — божество вавилонское. И там устраивалось некое ложе, куда подымалась жрица, и как считалось, что она там вступает в некую такую связь с божеством. То есть демоны иногда устраивали вот такой вид искушений, и это как некая форма одержимости, когда на человека идет такое вот, как кажется, чувственное вещественное воздействие. И вот эта вот женщина нашего времени, она, в общем, поняла, но и вроде бы она даже приходила, исповедовалась, но у нее происходило это еще и еще. И завершилось все это тем, я понимаю, что выглядит это очень жутко, что потом ее просто-напросто нашли мертвой, причем комната была закрыта изнутри, у нее была приподнята вот юбка там, где она лежала, и, в общем, заключение было такое, что она умерла от асфиксии, то есть как будто задушена, да, то есть с дыханием что-то произошло. То есть убереги нас всех, Господи, от подобных искушений, но здесь, видимо, была некая такая вот тоже форма заигрывания с темной силой, когда вовремя это не пресечено, и бес получает особый доступ вот к этому человеку. Вот, как повторяю, иногда это бывает у каких-то колдунов, да, которые специально входят в это соприкосновение с демонической силой. Правда, потом наоборот, вот такие колдуны, они очень тяжело умирают и никак не могут умереть, да, то есть их дьявол, наоборот, вот мучает другим способом, что им тяжело расстаться с этой жизнью, они и тут намучились от своего колдовства, от своей глупости такой вот магической, и расстаться с этой жизнью не могут. Ну, рано или поздно это, конечно, происходит. И все это говорит о том, что демонический мир, он действительно жуток, ужасен, он отвратителен, заигрывать с ним нельзя. И если ты пытаешься нащупывать какие-то соприкосновения с этим миром, то бесы тебя будут только повреждать, уничтожать, убивать, и вот дай Господь нам здравомыслие вовремя это распознать. Но вот если все-таки мы посмотрим глубже за все это, то не только вот эти явления, но и даже в том числе и какие-то катаклизмы человеческие, и когда кто-то из людей убивает другого человека, это все каким-то непонятным нам образом вписано в промысл Божий и где-то в попущение Божие. И вот как сказано в книге того же Иова, в его руке, то есть в руке Божией, душа всего живущего. То есть в конечном итоге не может без просто так взять и кого-то лишить жизни, потому что не он является родоначальником жизни, и не он судья над жизнью и смертью, а только если Господь попускает в каких-то случаях нам пострадать. И поэтому и взор наш мы должны обращать прежде всего к тому, в чьих руках есть жизнь и смерть. И поэтому Господь говорил, что не бойтесь убивающих тела, но бойтесь больше того, кто может вашу душу вернуть в гиену огненную по расставанию с телом. То есть не бойся, если кто-то пытается причинить тебе какой-то телесный вред, потому что никакие катаклизмы, никакие искушения, никакие внешние скорби не могут лишить православного человека его веры в Бога, его целомудрие, если он сам не соизволяет на грех, его смирение, его любви. То есть никакие внешние бедствия не лишат христианина его добродетелей, а расставшись с телом, он будет с Господом, от которого и есть всякая добродетель. И тот же преподобный Антоний Великий, который прошел вот эту очень тяжелую духовную брань, он оставил нам прекрасные наставления, и он говорит, что на самом-то деле вот дьявол после пришествия Господа Иисуса Христа, он бессилен, он совершенно не может причинить нам никакого вреда. Вообще дьявол на самом деле не спровергается трижды. Первый раз он был не спровержен из мира небесного ангельского, когда, возгордившись, Деница увлек за собой часть других ангельских сил, и они были низвергнуты оттуда в мир поднебесный, вот как сейчас мы говорим, сфера воздушная, в которой обитают князи тьмы, духи злобы поднебесной. И вот это было первое неспровержение, когда они не спровергаются из мира ангельского небесного. Второе неспровержение – это уже благодаря крестной смерти Господа Иисуса Христа Спаситель говорит, что «ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду, то всех привлеку к себе». То есть крестная смерть Спасителя, она на самом деле не спровергает падших духов. И бесы теряют власть над людьми. И мы видим, что как в жизни самого Христа, так дальше вот апостолы, они изгоняют падших духов из одержимых людей, и это повторяют святые отцы. И бесы потеряли свою власть над видимым миром, вот этим нашим чувственным миром, когда Спаситель искупил своей жертвенной кровью весь наш мир. И вот третье неспровержение, третье неспровержение уже должно состояться в жизни каждого отдельно взятого человека, потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, которые, как рыкающий лев, ищут кого поглотить. И это уже личная духовная брань каждого христианина, а бес они только ищут искусить и пытаются соблазнить, чтобы человек сам откликнулся, чтобы он сам прилип, вот знаете, как муха, она прилипает на вот эти вот сладкие липучки, и потом не может отлипнуть от него, как не машет крыльями. Вот так нам предлагаются вот эти вот какие-то сладкие страсти, различные приманки. Если ты прилип туда, то отлипнуть будет очень и очень тяжело, хотя с Божьей помощью, конечно, возможно. И вот преподобный Антоний Великий, он постоянно об этом говорил, что на самом деле бесы они больше устрашают, пугают. Если бы дьявол мог, он просто бы давно бы и уничтожил наш мир. То есть просто взял бы, разодрал бы все в клочья. И не надо никаких даже ядерных бомб, потому что весь мир был бы просто вот уничтожен, прихлопнут, как та же самая мелкая мушка. А дьявол не может уничтожить, потому что Господь полагает пределы его злобных проявлений. И не только преподобный Антоний, а и святитель Иоанн Златоуст и другие святые отцы, они вспоминают вот это известное чудо исцеления в бесноватых, когда демоны просят у Господа Иисуса Христа, чтобы он не направлял их в бездну, а позволил им войти в свиней, которые паслись мирно рядом на какой-то там лужайке. И оказывается, то есть они не могут без промысла, без позволения Божия завладеть даже какими-то нечистыми свиньями, тем более прикоснуться к человеку. И только когда Господь разрешил им, они тут же вот нахлынули в этих несчастных животных. там сказано, что свиней было около двух тысяч, а самих бесов там сказано, как имя тебе, имя мне легион. А легион составлял в то время около шести тысяч воинов, то есть получается, что две тысячи свиней, шесть тысяч этих бесов, в каждую свинью по три беса. И вот эти, все это полчища хрюкающих, грызущих друг друга, одержимых несчастных животных, кидаются, сметают все на своем пути и несутся к бездне, то есть несутся к обрыву, из которого кидаются вниз и погибают. И на самом деле это вот духовный урок нам. Если ты не хочешь быть одержим бесом, не живи как свинья. Если ты не хочешь погибнуть, сторонись от всего скотского, свинского и старайся быть вместе с Господом Иисусом Христом, то есть приобщайся его добродетелем, любви, смирению, кротости, терпению. И святые отцы говорят, что как не спровергается бес? Надо являть себе то, что противно бесам. Вот элементарный добродетель смирения, она не спровергает все козни, как в Древнем Патерике говорится про одного простого подвижника, которому привели одержимого. И этот одержимый ударяет по щеке этого подвижника, а тот смиренно подставляет вторую щеку и говорит, ударь и в эту щеку. И бес со страхом выскакивает из этого человека и говорит, выхожу из-за твоего смирения. То есть к смиренному человеку бесы даже близко не приблизятся. И нам дано само имя христианин, да? А христианин это тот, это тот, кто Христов. А имени Христова боятся демонические силы. Так вот и старайся жить, как подобает подлинному христианину, и почаще обращайся к Господу Иисусу Христу с молитвой Иисусовой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. «Именем моим бесов будут изгонять», — говорит Спаситель. И страсти оскудевают, когда мы молимся этой молитвой, и демонические искушения, они тоже отходят в сторону. Остается нам только еще вспомнить наставление преподобного Паисия Святогорца, который говорит, что мы, бедные люди, сами даем дьяволу права над собой, а изначально права эти ему никак не принадлежали. А каким образом даем? Когда мы грешим и не каемся, когда мы сами пытаемся заигрывать с какой-то темно-демонической силой, и достаточно искренне исповедоваться в таинстве покаяния, причаститься к святых Христовых тайн, стараться регулярно молиться и делать добро нашим ближним, как в твою жизнь прольется удивительный свет, этот свет рассеет все сумерки, и дьявол даже близко не приблизится к тебе со своими искушениями. Так что, дорогие братья и сестры, завершая нашу беседу, скажем так, что, конечно, демонические силы, они имеют некое вот, ну, свое природное, можно сказать так, могущество, но это могущество ограничено, очень сильно ограничено, и оно как бы находится вот за пределами, за пределами мира христианского, мира людей, защищенных благодатью Божией. И Господь дает нам прекрасное оружие, это вот крест Христов, это молитва ко Господу Иисусу Христу, таинство церкви, и вот как одному подвижнику было открыто, что более всего бесы боятся таинства причащения, потому что причащающийся человек, он весь сияет, словно солнце, и никакая тьма к нему не приблизится. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры, уберегайте себя от всяких демонических вот этих заигрываний, и помните Господа нашего Иисуса Христа, от Которого дана нам сила наступать на всю силу вражию. Спаси всех Господь! Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!